Зинаиду Шарко считали любимой актрисой Георгия Товстаганова, а в большом драматическом ей доверяли самые сложные и главные роли. Будучи далеко не красавицей, на сцене она творила чудеса, сыграв более 100 ролей в кино и в театре. Она считалась одной из самых артистичных и успешных актрис. А вот в личной жизни у нее было не все так хорошо. В 40 лет она осталась одинокой и больше никогда, по ее словам, не имела никаких отношений с мужчинами. Сама артистка с большой иронией относилась к своей внешности. Она, конечно же, не строила иллюзий и не считала себя даже хорошенькой, но никогда не делала из этого трагедии. Шарко знала, у нее есть и другие преимущества, которые смогут сделать ее привлекательной и на сцене, и в жизни. Уж она могла преподнести себя с такой стороны, что мужчины просто теряли голову. Умная, с великолепной фигурой и остранный язычок Зинаида в любой компании становилась центром внимания. А вот женщины ее не особо жаловали. Быть может, поэтому у нее практически не было настоящих подруг. Да что там говорить, обладая неимоверным женским шармом, Зинаида Шарко никогда не была замужем. Зато в ее жизни было два гражданских мужа. Ее первым мужчиной и отцом ее единственного сына стал актер и режиссер Игорь Владимиров. Красивый, статный он всегда пользовался вниманием у женщин. Он привлек и Зинаиду. И есть мнение, что сначала он обратил внимание на ее безупречную фигуру, а уж потом разглядел в ней личность. Но вот сама артистка особо и не надеялась на его расположение. Но уже вскоре поняла, что молодой человек обращает на нее внимание больше, чем на других. В 1953 году у них завязались отношения. А через три года Зинаида родила ему сына Ваню. Женщина очень старалась сделать быт уже признанного актера спокойным и благополучным. Она готовила, стирала и ухаживала за ребенком. А помимо этого участвовала в репетициях и снималась. А вот Владимирову, как оказалось, все это было не нужно. Ему не хотелось приходить домой после работы и уж тем более отчитываться перед женой, где он был до утра. Мало того, время от времени он и сам был не прочь устроить сцену ревности жене. Как признавалась сама артистка, два сильных характера просто не могли жить вместе вечно. Поэтому спустя семь лет совместной жизни они разошлись. Его следующей избранницей стала Алиса Френдлих. А Зинаида осталась одна с сыном, правда, ненадолго. Уже вскоре судьба кинула ее в объятия Сергея Юрского. Во время совместной репетиции в большом драматическом у них вспыхнули чувства. Влюбленный мужчина почти сразу же поселился в квартире Зинаиды. Позже они разменяли свои две маленькие на одну большую и зажили счастливой жизнью. Артистка снова взяла на себя все заботы о потенциальном супруге. Она готовила вкусные ужины и постоянно устраивала домашним какие-то сюрпризы. Отчего их жизнь поначалу казалась просто идеальной. Юрский проникся отцовскими чувствами и к ее сыну Ивану. По крайней мере, последний до сих пор вспоминает его с большой теплотой и рассказывает, как народный артист с ним занимался и посещал школьные собрания. Но и эта идиллия продлилась всего семь лет. В один момент Юрский собрал свои вещи в чемодан и покинул семейное гнездо. На рубеже пятого десятка Зинаида Максимовна опять осталась одна. Именно тогда она дала себе за рук больше не иметь никаких отношений с мужчинами. В одном из своих интервью Шарко даже призналась, что после развода красивой и одинокой жизни не получилось. А жизнь с Юрским она назвала браком. Отчаяние тогда привело ее к тому, что она даже хотела свести счеты с жизнью. К счастью, попытка оказалась неудачной. К слову, у женщины были непростые отношения и с сыном. Иван сам неоднократно рассказывал, что наладить их они смогли лишь, когда он сам обзавелся семьей. К тому времени актриса уже испытывала проблемы со здоровьем и сын буквально уговаривал ее переехать к нему. Но она до последнего отказывалась. Зинаиде было хорошо в своем доме и она практически ни с кем не общалась и не пускала в свою жизнь. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, что вы думаете об истории Зинаиды Шарко и помните ли вы ее творчество в кино.